здравствуйте с вами за кадром Ольга Ингрия и вы находитесь на канале Вяжи как художник сегодня я хочу вам показать не совсем обычный процесс я вяжу митинги но у меня такое задание необычное вязать чем хуже тем лучше то есть я должна вязать так небрежно как будто мне не хочется некогда и вообще не до того эти митинги я вяжу для кинопроекта в котором будет участвовать Елизавета Боярская как раз от нее мне и поступил заказ так что мое вязание позволяет мне приобщиться даже к такому виду искусства как кино никогда не думала что меня что-то будет связывать с кино пускай даже в кадре я никогда в жизни не появлюсь но артистов делает свита и вот эти вот перчаточки будут дополнять образ который будет создавать Елизавета и покажу немножечко вам процесс как же мне удается делать чем хуже тем лучше честно говоря я перфекционист я привыкла все делать на отлично а тут у меня противоположная задача нужно сделать на двоечку что называется для этого я использую следующие приема какие-то петельки я вижу за обе петли полупетли а какие-то цепляюсь только за одну петлю из-за этого получается вот такие вот длинные небрежные протяжки вот они у меня по всему полотну периодически проходят вот здесь вот я цеплялась за одну петлю и с обратной стороны вот тоже такие вот зацепочки созданные таким способом чтобы еще такого придумать чтобы вязание смотрелось небрежно нужно не только делать вот такие протяжки но и нарушать порядок вязания вот здесь я вижу галочки из трех полустолбиков но периодически нарушала их распорядок делаю не над столбиками а в промежутке между ними провязываю не три галочки а допустим один только не три столбиков галочки а только один столбик в галочке делаю где-то воздушные петли между этими галочками а где ты забываю делать еще один прием который я хочу вам показать это неравномерность вязания то есть некоторые петельки я делаю вот такими вот длинными небрежными а рядышком с ними такими нормальными вывязываю и потом вот эти вот длинные петли их можно вытянуть и будут вот такие вот еще зацепки вот здесь в нижнем ряду я вязала за одну петельку а сверху связала за две петли на тыльной стороне ладони у меня вот такой узор а с обратной стороны у меня узор из воздушных петель из арочек воздушных петель французская сетка ее я тоже буду вязать небрежно 3 воздушных петли провязала и вместо того чтобы под арочку целиком зацепиться я цепляюсь только за одну ниточку и провязываю арочка следующая из трех воздушных петель уже как надо провязываю и опять могу провязать вот такие вот небрежные вытянутые петли вот такая вот дыра получится кстати я посмотрела в интернете погуглила оказывается есть такой стиль вот здесь вот я могу даже зацепиться не в арочку не в последний ряд а на ряд ниже почему бы нет такая ошибка тоже существует так вот есть оказывается такой стиль современный я вообще не знаток современных стилей разве что бога немножко мне интересно но есть такой лакшери рвань напиши напишите в комментариях знаете вы про такой стиль может быть вы даже являетесь его пал поклонникам но вот мне кажется вот такой вот способ вязания для этого стиля очень даже подойдет получается такое небрежное полотно у меня тут дырочек больших еще нету ну их про мало очень потому что меня просили вязать но поплотнее чтобы не было видно самих рук но можно связать и вот большие такие отверстия рванину мне кажется такому стилю вот то что я придумала вот этот узор должен подойти здесь мне нужно довязать до пальчиков я по-моему за но еще парочку рядочков и я смогу вязать пальчики и скоро закончу эти перчаточки когда закончу тоже вам покажу что у меня получилось конечном итоге так что следите за моими новинками жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и подписывайтесь на канал буду с удовольствием снимать для вас новые видео делиться своими процессами видите какие мне необычные заказы поступают время от времени с вами была Ольга Ингрия до новых встреч всего доброго до новых встреч